здравствуйте дорогие в этом видео мы поговорим о любви к себе что на самом деле означает любовь к себе и как полюбить себя по-настоящему также я докажу то что большинство из нас на самом деле себя ненавидит причиняет себе очень много напрасных страданий и боли мы поговорим о том как меньше причинять себе боль как больше и больше любить себя по-настоящему и в конце этого видео мы также вместе сделаем практику которая подарит вам больше любви сердце вы сами это сможете сегодня почувствовать что ж давайте начнем тема сегодня любовь к себе интересно что люди очень по-разному понимают что такое любовь к себе вот вчера я в своем инстаграме проводил опрос которым просил мою аудиторию а на меня в инстаграме подписано больше ста тысяч человек кстати подпишитесь там каждый день я даю очень много полезной информации ну и красивых фоток тоже там часто размышляю на темы кармических принципов баланса духовного и материального осознанности в разных сферах жизни так вот я спросил у своей аудитории ребята как вы понимаете любовь к себе и несколько сот человек ответила и когда я читал и анализировал ответы вот было два фаворита два наиболее частых ответы первый это то что любить себя означает принимать себя принимать себя таким какой то есть принимать себя во всех своих проявлениях второй наиболее популярный ответ был ну любовь к себе выражается в том что ты балуешь себя по сути ты даришь сам себе какие-то дорогие подарки ты позволяешь себе там летать бизнес-классом там массаж вот какие-то спа процедуры то есть это больше любовь к себе которая выражена через какие-то покупки для себя и на самом деле и принятие себя и баловать себя это то важные штуки на самом деле это грани любви к себе но я убежден что это не отражает вот самые сути что такое любовь к себе на самом деле и в этом видео я как раз хочу поделиться вот своими осознаниями вчера был день всех влюбленных и на самом деле как раз это вдохновило меня записать это видео потому что часто мы думаем что любовь это что-то что вовне это что-то что мы получаем от других людей мы стремимся мы ищем любовь мы клянчем эту любовь но полюбите меня хоть кто-нибудь но любовь к себе это внутренняя история это то что у вас внутри и прямо сейчас я предлагаю вам сделать очень короткую диагностику чтобы понять насколько вы себя любите вот давайте немножко изменим этот вопрос спросите себя вот по десятибалльной шкале насколько я оцениваю счастлив я или страдаю вот если 0 1 2 3 означает что вашей жизни очень много страданий вы чувствуете эти страдания вы чувствуете много внутреннего какого-то дискомфорта вы часто бываете в негативных состояниях эмоциональных какие-то депрессии беспокойство страхи самокопания и чувствуете вы всегда знаете страдаете вы или нет и другая край этой шкалы там 8 9 10 вы чувствуете много счастья вы живете в блаженстве вы каждый день кайфуете радуетесь благодарите вы счастливы и в реальности вот любите вы себя или нет измеряется по вот этой шкале если вы счастливы значит вы любите себя если вы не счастливы если вы страдаете значит вы себя не любите чаще всего бывает так что человек любит себя только на словах он говорит я люблю себя но на самом деле он себя ненавидит вот что я хочу в этом видео ребят вам показать это то что большинство людей они попросту себя ненавидят и это огромная проблема смотрите надо понять собственный вот если вы сейчас страдаете а практически все люди страдают большинство людей страдают в той или иной форме надо очень четко понять а какие причины у этого несчастья кто что заставляет вас страдать и большинство людей почему-то убеждены что вся причина в чем-то внешне в чем-то другом я страдаю потому что другие люди меня обижают потому что какие-то внешние есть вещи которые заставляют меня страдать но это большой обман это большая иллюзия мы сами заставляем себя страдать и увидеть это своей жизни это на самом деле просто революция сознания когда ты начинаешь видеть что ты сам причина своих страданий и ты сам на самом деле причина своего счастья вот хочу сегодня подробно рассказать собственно откуда берутся вот эти вот внутренние страдания как мы сами для себя их создаем две вещи на которые надо обратить внимание вот первое мы сами причиняем себе очень много страданий из-за наших неумелых качеств ума из-за того что в нашем уме есть колючки которые мы сами туда посадили и теперь эти колючки нас царапают вот обратите внимание я на выходные всю свою семью вывез к морю мы сняли красивую виллу прямо на берегу вы можете слышать этот шум волон буквально вот разбивается у порога виллы и здесь очень ухоженная красивая территория газончик какие-то цветочки все очень вылезано все очень прям вот ходить босичком комфортные поэтому наша дочка здесь гуляет везде и нам не страшно потому что мы знаем что это очень ухоженный сад очень ухоженное место и она себе не навредит вот ребят ум каждого человека это его сад это его лужайка но у большинства людей это совсем не ухоженный сад это это просто какой-то заброшенный участок на котором выросли колючки какие-то разбитые стекла какие-то окурки какие-то заржавелые консервные банки и когда вы ходите босиком по вашему саду то вы постоянно колитесь вы постоянно получаете страдания и что именно заставляет нас страдать если вы порефиксируете то вы увидите что ну что ну такая штука например как перфекционизм у кого ее нет вот что такое перфекционизм по сути означает что вы сами себя простите задрачиваете вы просто себя задрачиваете вы не даете себе жить спокойно все время от себя что-то требуете все время надо ты можешь больше давай еще давай еще недостаточно хорошо недостаточно хорошо вот задайте себе вопрос кто заставляет вас страдать когда вы находитесь вот в этой ловушке перфекционизма кто в этом виноват вы сами вы у вас внутри вот вашем саду ума есть колючка и это колючка она постоянно вам куда-то как заноза вонзается что еще заставляет людей страдать сравнение себя с другими например постоянно сравниваете вот это такое а вот это такое а я вот такой это сравнение может быть ваши пользу и тогда у вас развивается высокой мере это Сравнение может быть не в вашу пользу, тогда у вас развивается низкая самооценка. И то, и другое на самом деле причиняет вам много страданий. Начните это замечать. Что вы чувствуете внутри, когда вы осуждаете, оцениваете других людей? Что вы чувствуете внутри, когда вы завидуете другим людям? Что вы чувствуете, когда есть чувство вины постоянно, чувство стыда, ненависть к другим людям? И вот что я хочу подсветить вам, это то, что все вот эти вот колючки в вашем уме, они ранят в первую очередь вас самих. Если вы зададите вопрос, откуда они взялись и кто виноват, то вы увидите, что только вы сами. Только вы сами, это ваш огород, ваш ум это ваш огород. И это полная ваша ответственность, насколько ваш огород ухоженный или не ухоженный. И если вы хотите извлечь максимум ценности вот из этого видео, друзья, я приглашаю вас не полениться и выполнить эту практику. Вот прям возьмите листок бумаги, найдите 15 минут времени и напишите, как я сам себе причиняю боль и страдания. Ну, для краткости, как я сам себя задрачиваю. Прямо порефлексируйте и выпишите все качества, которые вы найдете. Вот что это для вас? Может быть для вас это, ну, такую расхлябанность. Когда вы ленивые, когда вы такие очень апатичные, расхлябанные. И вы чувствуете, что вот это вот качество, оно на самом деле не благо для вас. Оно заставляет вас страдать. Вы можете увидеть, что ложь, в вашей жизни много лжи. И вы от этого много страдаете. Вы можете увидеть, что вы постоянно чем-то затуманиваете свое сознание. Или питаетесь нездоровой пищей, или принимаете наркотики, пьете алкоголь. И вы на самом деле от этого страдаете. Опять же, никто не заставляет вас это делать. Вы сами это делаете. Это первое, на что надо обратить внимание. Второе, на что надо обратить внимание, как вы проявляетесь в отношении с другими людьми. Вот есть очень простой кармический закон. То, что вы отдаете в мир, тоже вы и получаете. Каждый раз, когда вы действуете из умонастроения ненависти, жадности, невежества, вы всегда получаете в ответ страдания. Это закон. Это просто закон. Каждый раз, когда вы хотите оскорбить кого-то, обидеть кого-то, причинить кому-то страдания, вы говорите грубость, вы говорите что-то, а, да пошел ты, ты дурак. Вы проявляете себя грубо, вы действуете из умонастроения ненависти. Друзья, вы первые сразу же получаете кармический ответ, как он выражается и себя плохо чувствуете. Вот надо быть очень невнимательным, чтобы этого не замечать. Каждый раз, когда вы делаете что-то злое для других, обманываете кого-то, грубите кому-то. Вы чувствуете, что вы сами страдаете. Просто начните это замечать. Вот представьте, вот нож. Вот каждый раз, когда вам кажется, когда вы хотите на кого-то напасть, вот кому-то прям вот сделать больно. Вот, ребят, представьте, что у этого ножа нет рукоятки. Вместо рукоятки вот здесь точно такое же лезвие, направленное в вашу сторону, друзья. И вы держите этот нож вот таким вот образом. И когда вы хотите кому-то другому причинить боль, первый, кто страдает, это ваша рука. Вы сами себе причиняете много страданий. И если вы действительно хорошо поймете этот принцип, то вы убоитесь в следующий раз пытаться делать кому-то плохо, кого-то заставлять страдать. Потому что вы теперь знаете, вы теперь видите это так четко, что вы сами страдаете в первую очередь. Кстати, далеко не факт, что тот человек, кого вы хотите обидеть, оскорбить, что он будет страдать. Потому что его огород ума может быть очень ухоженный. Вот смотрите, периодически, ну не часто, к счастью, но иногда люди пишут какие-то гадкие комментарии мне. Вот они там какую-то вот свою желчь выражают вовне. Мне всегда так на самом деле за этих людей больно. Я чувствовал сострадание, потому что, блин, ну насколько надо не любить себя, чтобы вот так вот себя проявлять. Ведь я знаю, что мне от этого не станет плохо. У меня ухоженный огород. Я выполол сорняки-колючки. Я не буду страдать от того, что кто-то выражает наружу свой гнев или какую-то свою язву. Но эти люди страдают. И я знаю, что они страдают. Поэтому каждый раз, когда я встречаю какой-то гадкий комментарий, то я просто желаю этому человеку осознать этот принцип и просто полюбить себя. И перестать делать те вещи, которые в первую очередь ранят самого этого человека. Вот, друзья, смотрите, я сегодня встал в 6 утра. Я уже успел 2 часа попрактиковать. Я делал дыхательную практику. После этого я целый час медитировал. Потом я настраивался на день, благодарил за все, что есть в моей жизни. Я все это делал, потому что я люблю себя. Вчера вечером я лег в 10 вечера. Я не стал перед сном смотреть последние политические сводки. Я не стал на ночь глядя, смотреть там какую-нибудь порнографию, анонируя. Вчера вечером я не стал пить пиво, не стал пить вино. Почему? Потому что я люблю себя. Вот это очень важно понять, что любовь к себе выражается не в том, что вы там себя принимаете или не принимаете. Мы про это еще поговорим. В конкретных действиях и поступках. Встать в 6 утра – это проявление любви к себе. Не засорять свое сознание всякой гадостью – это проявление любви к себе. Вы сами можете это проверить, друзья. Вот смотрите, в следующий раз, когда вы встанете после бурных выходных, в 9, в 10, в 11, а может к полудню, и вчера вы пили, и вам казалось, что это так весело, и что это так классно, и что вы себя любите сейчас. Но на следующее утро, когда вы просыпаетесь, и подходите к зеркалу, и видите себя, свое отражение в зеркале, вот такое лицо помятое, несвежее, тяжелая голова, нет ясности. И вот просто посмотрите сами на себя в зеркале и задайте себе простой вопрос – зачем? Зачем я делаю это собой? Зачем я снова делаю это собой? Почему я так сильно себя не люблю? Почему я сам снова заставляю себя страдать через свои действия? Смотрите, друзья, переходя уже к практической части этого видео, как полюбить себя, как больше любить себя и как меньше причинять себе напрасных страданий. Очень просто. Нужно научиться видеть вот эти вот причинно-следственные связи. Научиться замечать, что одни поступки, одни действия, одни качества ума приводят к все большему счастью в вашей жизни, а другие поступки причиняют вам боль и страдания. Наблюдая, вот исследуя свой внутренний мир, замечая эти взаимосвязи, причинно-следственные связи, вы начинаете очень четко видеть, что есть что-то, что является для вас благом, и есть что-то, что является для вас ядом. И когда вы начинаете четко видеть, есть благо, есть яд, вы начинаете все чаще делать то, что дарит вам благо, что является для вас благом, И вы все меньше и реже делаете то, что является для вас ядом. В результате, на выходе, вы все больше и больше чувствуете, что вы счастливый человек. У вас внутри гармония, покой, умиротворение. Вы все чаще находитесь в преисполненном возвышенном состоянии сознания. И из этого состояния вы реально не хотите делать что-то скверное, за что вы потом сами будете страдать. И вот когда мне писали, что любить себя значит принимать себя, это не так однозначно. И да, и нет. Ну вот смотрите, ну конечно лучше принимать себя, чем не принимать себя. Но если вот не зарождается, не появляется вот эта вот мудрость и осознанность, то просто принятие себя не приведет вас к счастью. Ну потому что смотрите, ну окей, я вчера бухал, я сегодня спал до полудня. Не, я не буду делать спорт, зачем? Я люблю себя, я принимаю себя таким. Вот я такой, я порочный, я ленивый, я себя принял, вот я такой. Ну да, вы можете себя принять, вы можете принять все свои недостатки, все свои слабости. И возможно это лучше, чем начать себя ненавидеть за все эти качества, друзья. Но принятие без мудрости счастливыми вас не сделает. Лучше принимать себя, но также осознавать, что, ну товарищ, если ты спишь до полудня, если ты пьешь алкоголь, если ты не занимаешься спортом, если ты кушаешь много чипсов, ну где же твоя любовь к себе? Как она проявляется? То же самое с тем, чтобы себя баловать и потакать своим желанием. Это тоже может быть такой опасный путь, если нет мудрости, если нет осознанности. Потому что я могу сказать, что окей, я люблю себя, я люблю выпить, я люблю покурить, я люблю женщин, я люблю вот это, вот это, вот это. Это будет просто погоня за чувственными удовольствиями, которые еще никого и никогда не сделали счастливыми. Поэтому, друзья, вот мое послание про любовь к себе, что любовь к себе начинается с мудрости, с культивирования осознанности, с понимания, что вы действительно сами ответственны за тот сад, вот внутренний ваш мир, внутреннее ваше пространство, в котором вы живете. И чем меньше там будет змей, колючек, каких-то насекомых, которые вас кусают, тем вы будете счастливее. И это ответственность каждого человека возделывать свой внутренний сад. Как? Вы можете начать выпалывать все эти качества неумелые, которые прямо сейчас причиняют вам страдания. Если вы замечаете, что это какое-то самобичевание, через осознанность начните постепенно вытравливать из своей головы те качества, от которых вы сейчас так сильно страдаете. Что для вас это? Опять же, посидите, подумайте. Может быть, вы очень ревнивый, может быть, вы очень зависливый, может быть, вы очень жадный, может быть, у вас есть какие-то мании. Все это на самом деле причиняет страдания вам самим в первую очередь. И по моему опыту, друзья, это не происходит просто так. Вот посмотрел видео, все, стал таким осознанным, начал быть таким счастливым. Так не работает. Это очень постепенный, планомерный процесс. И практически ключ, как вы можете начать менять себя и облагораживать сад своего ума, только через развитие осознанности, друзья, только через развитие осознанности. Потому что осознанность – это ваша способность делать правильную селекцию семян, распознавать, что есть благо и что есть яд. Вот всю вашу прошлую жизнь, вот все вот эти годы, 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 вы страдали. Ну так же, ну честно, ну страдали же. Почему? А потому что вы не осознавали. Вы не осознавали, что ваши же собственные действия в первую очередь причиняют страдания вам самим. А почему не осознавали? А потому что не было вот этого внутреннего света осознанности. И я приглашаю вас эту осознанность пробуждать. Вот, ребят, я последние уже годы каждый день уделяю минимум час медитации. Потому что медитация – это на самом деле лучший тренажер для осознанности. И на самом деле это высшая степень любви к себе. Многие говорят, что «О, медитируют только эгоисты». Нет, друзья. Если вы углубитесь в эту тему, если вы увидите, как это работает, вы поймете, что медитация – это лучший подарок, который вы можете сделать сами себе. И одновременно с этим это лучший подарок, который вы можете сделать миру. Это ваше служение миру. Это то, что вы делаете на благо себе и на благо всем другим людям. Потому что вы нарабатываете определенное состояние, которым потом вы будете делиться. Вот часто мне пишут в комментариях, что «Игорь, от твоих видео идет свет». Тебя слушаешь и чувствуешь, как меняется состояние, как ум становится спокойнее, как какая-то благость приходит. Друзья, почему так происходит? Потому что я люблю себя. Потому что я из любви и сострадания к себе очень трепетно отношусь к своему внутреннему пространству. И каждый день без пропусков медитирую минимум по часу. И что мне это дает? Это дает мне состояние, в котором я живу. Это состояние изобильное. Оно начинает переливаться. И мне хочется записать это видео, потому что мне хочется поделиться своим состоянием с вами. И вы начинаете жить вот в этом изобильном состоянии. Вы видите, как помогая себе, любя себя, вы также помогаете и любите других. Может быть, вы не знали об этом, но на самом деле весь мой проект построен вокруг обучения людей медитации. Это то, чем я занимаюсь последние 7 или уже 8 лет. И за эти годы я обучил уже, ну, наверное, порядка миллиона человек медитации. Да. И обучение со мной проходят звезды, проходят различные инвестбанкиры, богатые люди. Но на самом деле обучение со мной медитации доступно вообще всем. Я не беру за него никакой оплаты. Это мой дар. Это мой подарок к этому миру. Вы можете научиться медитации. Не надо откладывать, друзья. И я заметил также, что гораздо эффективнее идет обучение, когда много людей одновременно проходят через один и тот же опыт. Возникает групповая энергия, которая усиливает и поддерживает каждого. И я хочу рассказать вам про отличную возможность наконец уже начать, перестать откладывать. Я решил провести с 22 февраля большой зимний марафон по обучению медитации, который как раз пройдет под флагом «Любви к себе». Пора уже начать любить себя. Друзья, это бесплатный марафон. Это мое служение. Прошу вас, не упускайте этой возможности. По ссылке ниже просто запишитесь и начните. Начните культивировать эту осознанность. Вы сами увидите, как изменится ваша жизнь. А все, кто уже проходил со мной это обучение, кто уже научился медитировать, Ну, поддержите вы тех, кто сейчас сомневается. Поделитесь в комментариях, как изменилась ваша жизнь после того, как вы начали практиковать медитацию. Друзья, я вас благодарю за эту возможность поделиться. И в конце я обещал вам практику. И вот сейчас я предлагаю эту практику вместе выполнить. Это короткая практика. Она займет всего 5 минут. И сделайте себе этот подарок, потому что то, о чем я говорил, это должно стать не просто каким-то интеллектуальным пониманием, а прожито на вашем опыте. Вы должны увидеть, как на самом деле это работает. И то, чем я предлагаю вам прямо сейчас заняться, это уже сейчас, не откладывая в дальний ящик, посадить в ваш сад, в сад вашего ума одно очень красивое растение. Давайте представим, что это роза. Роза без шипов. Просто чисто цветы, аромат. Это то, что будет радовать вас. Это то, что вы почувствуете больше любви. Ну что, друзья, готовы? Давайте прикроем глаза. Вы сядьте, пожалуйста, удобно. Не обязательно сидеть на полу, вот просто, чтобы вам было удобно. Прикройте глаза и вместе давайте сделаем чуть более глубокий вдох через нос. И с выдохом через рот расслабление, прям отпуская все напряжение, все мысли, эмоции. Еще один чуть более глубокий вдох. И выдох, расслабление. Глаза прикрыты, все тело по возможности неподвижно, расслаблено. Почувствуйте изнутри ваше тело. Осознайте голову. Обе руки. Обе ноги. Ваши грудь, живот, всю спину и ягодицы. Расслабьте мышцы лица. Расслабьте живот. Все тело расслаблено. Глаза прикрыты. Почувствуйте естественный поток вашего дыхания. Почувствуйте, как со вдохом грудная клетка слегка приподнимается. С выдохом опускается. Как волны. Ваше тело слегка покачивается на волнах вашего дыхания. Сейчас представьте, пожалуйста, перед собой мысленный образ самого себя. Это может быть взгляд на себя со стороны. Это может быть то, как вы выглядели на детской фотографии. Представьте перед собой свой образ. И внутренне улыбните сами себе. Почувствуйте любовь и сострадание к себе. И сейчас повторим про себя в своем уме. Пусть я буду счастлив, здоров и благополучен. Пусть я буду меньше страдать. Пусть я буду свободен от страданий. Пусть у меня будет хорошая судьба, которую я заслуживаю. Пусть в моем сердце будет любовь. Пусть мой ум будет спокоен. И пусть я буду жить мирно и в гармонии со всеми. И сейчас, продолжая сохранять перед собой ваш мысленный образ, поблагодарите себя. Поблагодарите за ваши сильные качества, которые есть у каждого человека. У вас есть те качества, за которые вы можете себя благодарить, ценить, уважать. Это, может быть, ваша доброта, дисциплина, ваше трудолюбие, ваше стремление к чистой жизни, к развитию. Искренне сейчас поблагодарите себя за все то хорошее, что есть у вас. Скажите себе спасибо. Спасибо за то, что вы уже вступили на этот путь осознанности, благости. Друзья, сейчас представьте, пожалуйста, перед собой мысленный образ ваших родителей. Неважно, живы они или уже нет, это не имеет значения, они все равно получат ваше послание. Ваш папа и мама. Только представьте, сколько всего они сделали для вас. На какие жертвы им пришлось пойти. Вот только те, кто уже сами стали родителями, могут в полной мере оценить тот вклад, который делают родители в своих детей. и сам факт того, что они дали вам эту жизнь уже в неоткупном долгу. Представляя перед собой образ ваших родителей, вот искренне от сердца пожелайте им сейчас. Пусть вы будете счастливы, здоровы и благополучны. Где бы вы ни были, пусть вы будете свободны от страданий. Пусть вы будете жить мирно, в гармонии со всем живым. и побудьте еще немного в этом пространстве с вашими родителями. Улыбнитесь им. Вы можете их мысленно обнять и поблагодарить за все то, что они сделали для вас. Почувствуйте это приятное тепло в груди, расширение. Сейчас, друзья, представьте мысленный образ ваших самых близких и любимых людей. Мужа, жену, ваших детей, лучшую подругу, тех людей, кого вы любите по-настоящему. И вы хотите, чтобы они были счастливыми. Вы хотите, чтобы они меньше страдали. Давайте отправим им из сердца это пожелание. Пусть вы будете счастливы, здоровы, благополучны. Пусть вы будете свободны от всех страданий, я тебя люблю. Я благодарю тебя за то, что ты есть в моей жизни. Я благодарю за все, что ты делаешь для меня. Обнимите мысленно этого человека или этих близких людей. Почувствуйте тепло в груди. Друзья, сейчас я хочу, чтобы вы представили всех людей в вашем городе. Кого-то из них вы знаете. Это ваши друзья, знакомые, коллеги, родственники. Но многих вы не знаете. Это незнакомые вам люди. они сейчас куда-то едут по своим делам, стоят в пробках, едут в метро, решают какие-то свои проблемы и задачи. Вот каждый, каждый человек хочет быть счастливым. давайте пожелаем всем людям в вашем городе. пусть пусть все вы будете счастливы и пусть все вы будете свободны от страданий. пусть каждый из нас полюбит себя по-настоящему и будет меньше причинять страданий самому себе. И продолжая чувствовать приятное тепло в груди, почувствуйте, как вот это пространство, сфера любви начинает расширяться во все стороны, расширяясь еще дальше, выходя за пределы вашего города, охватывая всю планету. Представьте всех людей на этой земле, на разных континентах, разных вероисповеданий, цветов, кожи. Все люди хотят счастья. И все люди страдают и хотят избавиться от страданий. Только подумайте, сколько людей сейчас лежат в больницах в ожидании операции, сколько матерей разлучены со своими детьми. Сколько людей сейчас нуждаются в помощи, в еде. Подумайте о других живых существах, живущих на нашей планете. О птицах, о рыбах, дельфинах, о всех тех зверях, которые тоже страдают. Обнимая всю планету из сердца, отправим лучики нашего тепла всему живому. Пусть все живые существа будут счастливы. Пусть все живые существа будут свободны от страданий. пусть я буду вкладом в развитие других. И пусть я не буду сеять те семена, которые приведут к страданиям для других и для меня самого. Пусть все мы будем жить в мире и в гармонии. и друзья, сделайте сейчас более глубокий вдох и выдох и по готовности мягко возвращайтесь, приоткрывайте глаза и ответьте себе на простой вопрос. Вот как вы сейчас себя чувствуете? Как изменилось ваше состояние? Чувствуете ли вы больше любви у вас внутри, в вашем сердце? Обратите внимание, вы сейчас сами создали эту любовь внутри себя. Не кто-то внешне пришел и дал вам ее. Вы сами сейчас себя полюбили, вы полюбили себя, вы сделали что-то хорошее на себя, в свой сад ума вы посадили красивое благоухающее растение, которым вы сейчас можете наслаждаться. Друзья, я буду благодарен, если вы поделитесь в комментариях как вам это практика, как вы себя почувствовали. и на самом деле вы можете в комментариях пожелать друг другу счастья и того, что вы хотите пожелать. Представьте, каждый человек, который прочитает ваше послание, ваши комментарии, он в этот момент может почувствовать ваше послание и искренне вас поблагодарить. Это ваша возможность посеять хорошие кармические семена. и просто сделайте себе этот подарок. Записывайтесь на бесплатный марафон по медитации. Пора уже начать. Любите себя, друзья, любите себя по-настоящему. Пусть это выражается в ваших поступках, в том, как вы относитесь к себе, в том, что вы делаете и в том, чего вы не делаете. Я искренне желаю, чтобы каждый из вас любил себя, потому что от этого в итоге выиграем все мы, все мы делимся своим состоянием, все мы связаны друг с другом на каком-то глубоком энергетическом уровне. Благодарю, друзья. Благодарю. 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 Благодарю.